Впервые за долгие месяцы в Сургуте стартовала межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная инфекционным болезням. Проходит она в очном формате. Помимо специалистов медицинских центров нашего города, Хантамансийска и Нягани, участниками семинара стали инфекционисты и диагносты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Архангельска и Тюмени. Встреча посвящена не только коронавирусу и его особенностям. На повестке продолжают оставаться и другие, не менее вредоносные для организма человека инфекционные поражения, такие как дифтерия, пневмония, гепатиты и другие. Однако влияние ковида все равно остается ощутимым. Эта инфекция подтолкнула развитие системы здравоохранения. Медики получили новое оборудование, препараты, технологии диагностики и лечения, а самое главное – знания. У нас очень много иных проблем, в том числе и инфекционных. Проблема лечения правильного лечения гепатита С. К сожалению, заболевание хронической гепатит С ведет к циррозу и гибели пациентов в достаточно молодом возрасте. Как правильно и вовремя лечить гепатит С для того, чтобы пациенты сохраняли и качество жизни. На самом деле, сегодня технологии, такие препараты появляются, которые не только лечат, но и вылечивают от этой болезни. Как правильно и вовремя диагностировать дифтерию, как следить за тем – редко, но метко. Медики отмечают – новейшее оборудование не более чем просто аппарат. Чтобы реализовать его мощный потенциал, рядом должен находиться квалифицированный специалист. Только такой симбиоз позволяет двигаться вперед. Перед каждым представителем медицинского сообщества стоит задача – помочь человеку наиболее быстро и эффективно выявить болезнь и справиться с ней. Добавлю, что в Югре действует 7 инфекционных стационаров, в больницах 40 профильных отделений и 49 кабинетов, а также 4 центра лечения вирусных гепатитов – в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягоне и Нижневартовске. Наш регион – один из тех в стране, кто не пошел по пути сокращения инфекционных коек в допандемийный период. У нас на территории нашего округа сохранены кабинеты инфекционных заболеваний, что сейчас не везде встречается. Мы знаем, что тренд до 2020 года был сокращение не только инфекционных коек в стационаре, но в том числе и сокращение кабинетов инфекционных заболеваний. Субтитры создавал DimaTorzok